Ты голову потерял из-за Габриэла, а она знать тебя не хочет. Она любовница твоего отца. Не говори глупостей. Чего только не придёт тебе в голову. Это не глупости, ты влюблён в Габриэлу, влюблён. Я влюблён? Об этом не может быть и речи. О чём ты? Ты прекрасно меня знаешь, Стрелли. Любовь — это не для меня. Не выдумывай. Думай, что говоришь. Мне кажется, ты ведёшь себя, как ревнивая девчонка. А вот ревности между нами быть не должно. Рикардо, ты изменился. Сам на себя не похож. Ты ведёшь себя необычно. Я впервые вижу, чтобы ты шёл на поводу у женщины. Да, правда, я ревную. Очень ревную, потому что в первый раз я действительно боюсь тебя потерять. Понимаешь? Боюсь потерять. Артуро, это об этом ты хотел поговорить со мной? Весь этот шум из-за этой фотографии? Габи, а тебе она кажется недостаточным поводом. Габи, это же аморально. Ты, ты с этим типом, ты с ним, с Ленаресом, полуодетая. Как это возможно? Послушай, Артуро, всё было не так, как ты думаешь. Тогда как же? Так? Всё очень просто. Мы застряли в лифте, не могли оттуда выбраться. Пришлось вызвать пожарных, чтобы вытащить нас. А когда они помогали мне, у меня порвалось платье. Откуда тогда взялась фотография? Да это журналисты. Они были там и воспользовались случаем. Вот и всё. Это вовсе не то, о чём ты думаешь. Совсем не то, Артуро. Ладно, Габи. Хорошо. Тогда объясни мне, каким образом за столь короткое время ты так продвинулась по службе? Это ты объяснить можешь? Как это получилось? Или ты расплачиваешься с собой? Что? Ну, старик, ты что меня тебя прикончишь? Прикончу, если не вернёшь бабки. Прикончу. Прикончу. Чем хуже для тебя, если ты меня убьёшь, нет и не, я не сможем их найти. Я правду сказал, не могу найти эти деньги, они потерялись. А вдруг потом я их отыщу, старик? Ну, дай мне шанс, столько и всего. Я никуда не денусь. Ты всегда меня можешь найти. Может, пивка выпьем, а? Подожди, иди сюда, садись. Слушай меня внимательно. Не найдёшь деньги, твоя песенка спета. Попытаешься улизнуть тоже. Прикончу. Времени у тебя немного. Вот это дела, приятель, но и деньжище. О, Господи. Слушай, малявка, откуда они у тебя? Не знаю. А может, знаю, но не скажу. Дурака валяешь. Со мной это не пройдёт. Знаешь, что я сделаю? Я конфискую эти деньги. Понял? Ну, а мы не можем отдать вам эти деньги? Не можем. Как это не можете, девочка? Я же сказал, они конфискованы. Заткнись, я их конфисковал. Диего, держи. Что это, малявка? Дай мне Диего. Она ещё возникает. Отдай. Шутки в сторону. Деньги мои. Мои. И всё тут. Отчего эта эстрелия вообразила, будто я? Нет уж, нет, я понимаю. Она ревнует. Да. Гавриэла очень красива. Это верно, но она... Она ещё ребёнок. Хотя, до чего же она красива? Но чтобы я, Рикардо Линарес, влюбился в девчонку, в подростка? Нет. Конечно, теоретически всё возможно, но, во всяком случае... Нет, нет. Нет, я влюблён. Я влюблён. Это невозможно. Нет. Не смей так говорить, Артуру. Это оскорбительно. Я же всё тебе объяснила. Повышение по службе связано только с моими способностями и качеством работы. Я нужна фирме, так что дело не в моих красивых глазках. А почему ты соглашаешься на это? Тебе что, не ясно, Артуру? Ты забываешь о финансовой стороне дела. Ведь это же лучшее, на что я могу рассчитывать. Да и о престиже стоит позаботиться. И кроме того, у меня теперь больше возможностей выразить себя в работе. Габи, сколько ты стоишь? Продвижение по службе, вот твоя цена. Или, может, твоя цена... Прибавка к зарплате? Я знаю, тебе нужны деньги. Но стоят ли они того? Можно ради них появляться полуодетой? Позволять этому типу себя лапать? Чувствовать себя твоим хозяином? Вот твоя цена, Габи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!